Ребята, всех приветствую на канале ITDoc. Ну что, как вам iOS 16? Скажу так, что новая прошивка оказалась одним из самых серьезных обновлений за последнее время. Но это и не секрет. Купертиновцы изменили систему настолько, что даже страшно представить, чего ждать через год. Количество новых функций увеличилось на порядок. Это повышает возможность iPhone и делает его использование более удобным. Однако, далеко не всегда новые опции улучшают использование iPhone. Иногда они оказываются неудобными или просто бесполезными. Сомневаетесь? Тогда предлагаю ознакомиться с такими функциями и заодно выяснить, как их отключить после установки iOS 16. Но прежде чем начать, обязательно жмякаем на колокольчик, усаживаемся поудобнее и поехали! Запрещаем делать и показывать подборки фотографий из медиатеки. Ваш iPhone периодически сам собирает подборки фотографий, объединенные единой темой, например, с отдыха, мероприятия или определенного периода времени. Однако, иногда фото могут быть личного характера, а iPhone может напомнить о них в самый неподходящий момент. Чтобы не оказаться в неловком ситуации, отключаем показ таких подборок. Для этого заходим в настройки, переходим в раздел фото, ищем строчку отображения подборок и деактивируем тумблер. Больше iPhone не будет самостоятельно создавать подборки, а вы можете сами распределить фото в разных папках. Как отключить завершение вызова боковой кнопкой? Если во время телефонного разговора вы случайно нажмете на боковую кнопку своего iPhone, то отобьете собеседника. Эта функция включена в iPhone по умолчанию. Но в iOS 16 ее можно отключить, поэтому переходим в настройки, универсальный доступ, касание и переводим тумблер, запрет совершения вызова кнопкой в неактивное положение. Теперь, если вы случайно нажмете на боковую кнопку во время телефонного разговора, экран просто выключится, а звонок не сбросится. Как отключить уведомления снизу в iOS 16? Скучаете по старому дизайну уведомлений на заблокированном экране iPhone? Выход есть! Можно настроить их появление на весь экран в верхней части, а не снизу. Для этого, друзья, переходим в настройки, уведомления, отображать как. И в этом меню вы увидите три варианта. Счетчик. Уведомления отображаются в виде счетчика в нижней части экрана. Стопка. Уведомления отображаются стопкой в нижней части экрана. И список. Уведомления отображаются на весь экран. Выбираем список, после чего уведомления на iPhone будут расположены как раньше. Отключаем размытие фона в iOS 16. Apple в iOS 16 предложила новую функцию размытия фона. Зачем это нужно? Как на меня, то не очень понятно. Довольно странно устанавливать рисунок, а потом его размывать, оставляя непонятно, что на экране. Отключить это достаточно непросто. Но, возможно, для этого заходим в настройки, выбираем обои, затем нажимаем на предварительный просмотр обоев и внизу выбираем размытие. Одно из нововведений iOS 16 многим не пришлось по вкусу. Речь идет о строчке поиска. В том месте, где раньше находились точки навигации рабочего стола. Эту строчку несложно убрать. Для этого открываем настройки, переходим в раздел «Экран домой» и в строке «Показанное экране домой» переводим тумблер в неактивное положение. Друзья, а какие функции iOS 16 первым делом отключили вы? Делитесь отзывами в комментариях. Также подписывайтесь на мой канал, жмем на колокольчик, ставим лайк. Увидимся в следующем видео. Всем удачи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok